День рождения Его Святейшества День рождения Его Святейшества состоится 6 июля, и ему исполнится 86 лет с точки зрения западного календаря. А в соответствии с тибетским календарем, ваш возраст отсчитывается с года вашего зачатия, так что по тибетскому летоисчислению ему будет 87 лет. И первый вопрос, который мне здесь задали, таков. Насколько давно я знаю Его Святейшество? Довольно интересно. Когда я встретилась с тибетским буддизмом, я вообще не знала, кто такое Его Святейшество, я никогда о нем прежде не слышала. Я не знала, в чем состоит различие между буддизмом и индуизмом, и не знала вообще ничего. Однако я поехала в Адхарам Салу, где проходила обучение, от руководством своих собственных учителей и некоторых из их наставников. И в процессе этого обучения я услышала о Далай-Ламе и узнала о том, кто Он такой. И первый контакт с Его Святейшеством, который в моей жизни состоялся, произошел во время Его учений в Бадгайе. И это, скорее всего, было в 78-м или 79-м году. Я уже была к тому моменту монахиня. Его Святейшество давало учения по Бахисаттвачаре Аватаре, по тексту Шантидевы. В те годы учение Его Святейшества не переводилось на английский синхронно. Однако Алекс Берзин в конце дня обобщал все переданные Его Святейшеством учения. И это были первые учения, которые я в своей жизни от Его Святейшества получила. Текст Шантидевы — это один из моих любимых текстов, и потому эти учения оказали на меня глубокое влияние. Но личной встречи с Его Святейшеством у меня не было, скорее всего, до, может быть, 81-го года. Где-то на этом этапе эта встреча произошла. Я в тот момент училась в Библиотеке Тибетских Трудов и Архивов, и у меня возник вопрос о карме. Ведь люди говорили, «Все зависит от кармы». А я не вполне была в этом убеждена, не вполне была уверена в этом. Да, наши чувства зависят от кармы, но зависят ли от кармы и землетрясения? Итак, я решила, что было бы удачно задать вопрос на эту тему Его Святейшеству, потому что не могла найти на него ответ, который бы меня удовлетворял. И я обратилась в личный офис Его Святейшества с просьбой о личной аудиенции. Его Святейшество на тот момент не был окружен международной аудиторией. И получить личную беседу, удостоиться личной беседы, было довольно просто. И я задала свой вопрос о том, как карма влияет на физическую Вселенную, на биологию и так далее. Его Святейшество сказал, «Подождите-ка, подожди немного». Мне пришлось выйти в зал для ожидания, а Его Святейшество позвал доточнимого Гаррета Спархэма из школы диалектики, пригласил его для того, чтобы тот переводил, потому что Его Святейшество хотел, чтобы его ответ был переведен превосходным переводчиком, который владеет английским языком. У него всегда был поблизости переводчик, но он хотел иметь... Хотел, чтобы ему ассистировал именно Гаррета. И вот я задала свой вопрос, Его Святейшество на него ответил. И благодаря этому многие из моих сомнений и вопросов по этой теме были устранены. А эта беседа позже стала одной из глав в книге «Самсара. Нирвана и природа Будды», главой, которая посвящена тому, как карма влияет на окружающую среду. Затем в моей жизни были другие личные беседы с Его Святейшеством. Все это произошло позже. Позже я привезла к Его Святейшеству группу сингапурцев. Но на самом деле только бахисаттвы способны привозить группы иностранцев в Индию. У меня такого сострадания нет. Но я была частью группы жителей Сингапура, которые посещали Индию. И это, скорее всего, было где-то в 87-м примерно году. Я получила от Его Святейшества. Я к тому моменту получила от Его Святейшества множество различных учений. Уже бывало на множестве иудеянцей. В том числе и по окончании ретритов, которые происходили в ретритном центре Тушида в Карамсале. И после всего этого также были встречи с группами из Сингапура. А в конечном итоге начались и встречи, которые привели к формированию книжного цикла «Библиотека мудрости и сострадания». Следующий вопрос здесь таков. Каково впечатление, которое Сидейшн на вас произвел при первой встрече? Что ж, меня впечатлила ясность Его ответов и тот факт, что Он очень серьезно отнесся к моему вопросу. И, разумеется, много лет спустя меня впечатлил тот факт, что Его Святейшество пригласил в качестве переводчика достащимого Гаррета именно потому, что Его Святейшество хотел, чтобы я все поняла. На тот момент я еще не вполне понимала, как весь этот процесс вообще устроен и не осознавала значимости участия квалифицированного переводчика. Но позже, с течением лет, мне довелось увидеть Его Святейшество в самых разнообразных ситуациях. Мне доводилось видеть, с Его стороны, проявление огромного сострадания, проявление чувства юмора, проявление серьезности. Мне доводилось видеть, как Он попрекает людей. И меня всегда впечатляло то, как Его Святейшество взаимодействует с людьми. Тот факт, что Его Святейшество всегда взаимодействует с людьми именно так, как этим людям необходимо в конкретный момент. Его Святейшество как бы настраивается на нужды людей. Можно привести несколько примеров. Я посещала некоторые из ранних конференций «Ум и жизнь», и среди участников этих конференций был ученый, который показался мне особенно заносчивым. А я сама к людям заносчивым отношусь очень прохладно. И этот конкретный ученый посещал несколько конференций «Ум и жизнь», был знаком с Его Святейшеством к тому моменту. И вот снова приехал на одну из конференций. И вот приехав на одну из конференций, он говорит «А, здрасте, Далай-Ламы!» И подходит к Его Святейшеству для того, чтобы его обнять. Я сижу и думаю «Вы что, не понимаете, что не так нужно здороваться с Далай-Ламой? Он вам неприятель?» Нужно проявлять какой-то больший уровень уважения, больший уровень смирения. Конечно, ничего этого вслух я не сказала. Я просто сидела с перекосившимся лицом. Но Его Святейшество и глазом не моргнул. Его Святейшество сказал «А, здравствуйте, здравствуйте, гражданин такой-то! Очень рад вас снова повидать!» Его Святейшество совершенно спокойно отнесся к происходящему. Он не был оскорблен. Он не сказал «Кем это вы себя возомнили, что так себя ведете?» Ничего подобного. Он проявил совершенную открытость. И это меня по-настоящему впечатлило. И в рамках этих ранних диалогов с учеными, не знаю, как дело сейчас обстоит, потому что я уже давно в конференциях не участвую, в рамках этих ранних диалогов с учеными меня глубоко поразило любопытство Его Святейшества по отношению к науке, Его открытость к тому, чтобы учиться у ученых. И меня также поразило то, как Его Святейшество ставит вопросы. Его вопросы по-настоящему показывали, что Он понял некоторые из ключевых принципов, связанных с наукой. И часто, когда Он задавал подобные вопросы, ученые в ответ говорили, что ж, мы на самом деле задаемся теми же самыми вопросами. Мы стараемся вести дополнительные исследования по этой теме. Мы и сами стараемся разобраться с тем, как все это работает. И это также меня поразило. Его готовность взаимодействовать с людьми и острота Его вопроса. Еще один пункт относится к публичным учениям Его Святейшества, многие из которых мне довелось посетить за прошедшие годы. Меня глубоко впечатляет искусность Его Святейшества в том, как Он переплетает различные виды учений. Он, например, дает учения по конкретному тексту и может начать, например, говорить о мотивации. Он говорит о мотивации так, чтобы Его объяснение все могли понять. А затем переходит к какому-то глубокому аспекту философии. Затем снова возвращается на общий уровень и говорит о сострадании. Затем снова обращается к философии, дополнительное ее разъяснение. Затем шутит. И переплетает таким образом различные темы, объединяет таким различные темы для того, чтобы каждый из присутствующих что-то для себя извлек. Ведь Его Святейшества часто просят давать учения по довольно сложным философским текстам. Тибетцы в целом готовы слушать объяснения, готовят заранее... Тибетцамиряне готовят ранее термосы с чаем, печенье и так далее. И они готовы слушать Его Святейшество, о чем бы он ни говорит. Но все остальные, и в особенности, когда Его Святейшество дает учения на Западе, Его Святейшество знает, что люди действительно действительно стараются понять, о чем он говорит, и потому он учит так, чтобы все могли что-то для себя извлечь. Все могли хоть что-то в этих учениях понять. И ведь... И даже если вы ничего особо не понимаете, ведь очень часто на Западе получается следующим образом. Его Святейшество часто это отмечает. Западные люди имеют хорошее образование, хотят услышать что-то серьезное. И Его Святейшество начинает с учения о двух истинах, о четырех истинах, о пустотности, погружается в невероятно глубинные темы. А затем возвращается на общий уровень и говорит что-то, что могли бы понять все. Это на самом деле... Наблюдать за тем, как Он это делает, на самом деле, нечто довольно изумительное. Кроме того, меня по-настоящему в Его учениях впечатляет Его способность увязывать различные пункты, относящиеся к различным темам. Вы, возможно, слышали учения о конкретной теме много-много раз. Но когда учения по этой теме дают Его Святейшество, вы внезапно понимаете, а этот пункт увязан с таким-то пунктом в другой теме. И вы понимаете эту взаимосвязь. Вы понимаете взаимосвязь между различными темами, а также понимаете то, как различные пункты друг друга дополняют и усиливают. Или понимаете, как понимание одного пункта усиливает наше понимание пункта другого. И это способность, которой обладают не все учителя. Способность по-настоящему соотносить различные пункты. Не просто двигаться по схеме учения пункта один, пункт два и так далее. Нет. Все эти схемы аудитория и так уже слышала, и полезно их заново слушать, ведь чем больше слышишь, тем больше понимаешь. Но Его Святейшество способен увязывать схемы и пункты с другими темами. Весьма поразительном ключе. Итак, я хотела бы завершить, может быть, не завершить, а продолжить беседу о Его Святейшестве по приглашению россиян. Итак, меня спросили о моих впечатлениях о Его Святейшестве, о впечатлениях, которые возникли в рамках первой встречи, но я хотела также бы поделиться и другими впечатлениями относительно поступков и слов Его Святейшества, которые меня поразили. На протяжении многих лет я посещала Его учения с 70-х годов, и одна из вещей, которые меня поражают, это то, что по вопросу ситуации с Тибетом Его Святейшество говорит, не испытывайте гнева китайцам, не нужно их ненавидеть. И вот здесь Его Святейшество говорит о коммунистах, которые устроили в Тибете уничтожение окружающей среды, ученили геноцид, оккупировали чужую землю, но Его Святейшество при этом говорит, не сердитесь на них, и говорит это искренне. И во всем о том, как Его Святейшество работает с этой ситуацией на международной арене, мы видим, что Его поступки свободны от гнева. Его Святейшество вместо того применяет нравственную дисциплину, сострадание, и вместо того говорит о том, как же все обстоит для всех, кто вовлечен в эту ситуацию, так что Он не кричит, не вопит, никого не обвиняет. И это меня по-настоящему, для меня, это для меня по-настоящему его отличает от других международных лидеров. Это настоящая сила, и это качество, которого в других международных лидерах особо не видишь. Кроме того, позже, через какое-то время среди тибетцев начались акты самосожжения, и одним из этих тибетцев был тибетец, который жил в Индии. Он приехал в Дели, и в центре Дели совершил самосожжение, призывая к свободе Тибета. Далай-лама оказался в сложном положении, ведь все на него взирали как на мученика. Его святейшество, думаю, на самом деле не одобрял подобных актов. Но что он тибетцам по поводу этого человека сказал? Он сказал, да, давайте чтить его за совершенный им поступок, но в том, что касается всех остальных, лучше, чтобы вы жили ради Тибета, а не умерли за Тибет. И опять-таки это глубоко меня тронуло. Если вы по-настоящему во что-то верите, если вы очень серьезно во что-то верите, нужно ради этого идеала жить, нужно стараться воплотить этот идеал в жизнь, а не умирать за него. Это еще один пункт, который оказал на меня большое явление, которое произвело на меня глубокое впечатление. Кроме того, кажется, в 1993 году состоялась встреча западных буддийских учителей, в которой принимал участие его святейшество. Мы собрались для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с преподаванием Дхармы на Западе. И все эти вопросы включены в книгу из цикла «Библиотека мудрости и сострадания». Часть обсуждается в пятом томе этого цикла, а кроме того, есть видеозаписи, связанные с этой встречей. Но меня в рамках этой встречи по-настоящему поразила практичность его святейшества среди собравшихся было множество замешательства. На Западе вообще много замешательства в вопросе о том, как относиться к духовному учителю, в вопросе о том, что гуру есть Будда, все, что гуру совершает совершенно, ни на какие недостатки указывать нельзя, а не то вы нарушаете свои сама, и так вы быстро, надолго попадете в ад. Именно этому у многих людей и учили, но его святейшество прояснял все эти вопросы в чрезвычайно практичном ключе. И эти его пояснения содержатся во втором томе Библиотеки мудрости и сострадания, в книге, которая называется «Основа буддийской практики». Он сказал, подобного рода учения предназначены для тех, кто получал тантрические посвящения, в особенности относящиеся к высшему классу тандры. Однако, если просто учить подобным вещам они окажутся, они могут оказаться подобны яду. Они отравят учителя, всего, чего учитель почувствует, что ему что-то причитается. А кроме того, эти учения будут помрачать умы учеников, в результате чего ученики запутаются, возникнут злоупотребления. И когда возникает злоупотребление положением, сказал его святейшество, о них нужно писать в газетах. И меня это шокировало. Его святейшество сказал, я учу харме, ко мне на учение приезжают все эти люди. Если эти люди не слушают, чему я учу, если эти люди не слушают меня, я буду их критиковать, буду их попрекать, они меня не будут слушать. А вот если об этом написать в газетах, то тогда люди, может быть, задумываются. Ведь его святейшество, каждый раз, когда случается очередной скандал, его спрашивают, а почему вы не говорите о таком-то человеке, почему вы не осуждаете его за то, что он совершил. Но не так устроена тибетская культура. Тибетская культура не построена на том, чтобы отдельно, лично критиковать людей в рамках публичного форума. Его святейшество было бы весьма сложно заниматься подобными вещами, ведь он старается способствовать гармонии между различными буддийскими традициями. Если он бы подвергал личной критике представителя одного из четырех тибетских течений, а при этом не подвергал бы критике представителей других традиций, потому что он не слышал о том, что у них что-то там произошло, или они ничего не совершали, между традициями возник бы разлад. Люди бы стали говорить, о, его святейшество настроен против такой-то традиции и тому подобное, и потому его святейшество не выступает с подобного рода публичными выступлениями, называя людей по именам, но при этом он говорит о том, как необходимо себя вести, просто он не называет имен. Когда вы находитесь в таком положении, как положение его святейшества, вы понимаете, почему он именно так и поступает, потому что публичная критика вызвала бы ненужные сплетни, дополнительный разлад и так далее. Его святейшество также в рамках этой встречи завел разговор о санге. У нас была утренняя встреча, которая была посвящена обсуждению монашеской санге, и мы обсуждали вопрос о том, что многие люди принимают монашеский постриг, не имея надлежащей подготовки, без надлежащей проверки, и затем, приняв постриг, эти западные люди оказываются по сути на улице, они вынуждены сами себя содержать, многие люди чувствуют себя потерянными, и то, что началось с искренней и чрезвычайно хорошей мотивацией, приводит, в конечном итоге, к тому, что люди снимают обеты, возвращают обеты. И его святейшество по-настоящему понял этот вопрос, он очень хорошо понял проблему, которая была затронута, и сказал, не ждите, что мы, тибетцы, что-то сможем предпринять, чтобы вам помочь. Вы сами, сами трудитесь над тем, чтобы улучшить ситуацию, в которой находятся западные монахи и монахини. Если возникают какие-то трудности, да, приходите к нам, чтобы их обсудить. И именно это многие, некоторые из нас и начали делать. И когда мы в 1996 году планировали конференцию «Жизнь буддейской монахини», мы пригласили определенное количество тибетских мастеров для того, чтобы они выступили с лекциями. Некоторые из них приняли приглашение, некоторые были слишком заняты, и у нас возникло чувство, что... Да. И мы упомянули эту проблему его святейшества, мы упомянули эту проблему в разговоре с личным офисом его святейшества, и святейшество побеседовало с этими людьми, тогда они приняли наше приглашение. Тогда его святейшество смог до них достучаться. Когда мы создавали аббатство Шравости, я здесь просто привожу примеры того, насколько прагматичен его святейшество. Это примеры, с которыми я сама по личному опыту сталкивалась. Так вот, когда я беседовала с его святейшеством о создании аббатства Шравости, я исходно предполагала, что монастырь будет создан совместными усилиями с хировадинским монахом, и его святейшество дал очень хороший совет. Он сказал, обсуждай все длительно, все длительно обсуждайте и записывайте сделанные выводы для того, чтобы все было записано на бумаге, все договоренности были зафиксированы на бумаге. С чем связан этот совет? Когда мы чем-то занимаемся, важно ввести заметки в письменном виде, фиксировать достигнутые нами решения. Вместо того, чтобы принимать какие-то импульсивные решения и говорить, «Ой, звучит здорово, давайте пойдем так и сделаем». Нет, вместо того, нужно все тщательно обдумывать, обсуждать и записывать для того, чтобы появлялись письменные документы. Таким было общее послание этого совета его совета его святейшества. И я именно так с тех пор и стараюсь все делать. Это очень хороший совет. Некоторые из вас работают, может быть, с местными властями, решают вопросы, связанные с водой, с электричеством и так далее. Я вам всегда советую сохранять электронные письма, задавайте вопросы по электронной почте, пусть все остается в письменном виде, чтобы всегда можно было сослаться на конкретные соглашения. Этот совет пришел от его святейшества. Итак, таковы некоторые из качеств, которые его святейшеству присущи, некоторые из качеств, которые меня по-настоящему вдохновляют. Я уже рассказывала о том, что его святейшество воспринимает всех как своих друзей. Он обращается со всеми как с друзьями. Он приветствует всех без какой-либо претенциозности. Он не говорит «Я Далай-Лама, склонитесь предо мной, а если не склонитесь...» Его святейшество совсем не таков к нему. Любой может обратиться, он со всеми общается неформально. Личный офис, личный секретариат его святейшества придает некоторым вопросам формальная составляющая, но такова их работа. Сам к самому его святейшеству может обратиться любой. Хотя я оказывалась иногда в забавных ситуациях, которые с этим связаны. Как-то раз я привезла группу из ретрита, который возглавляла в ретритном центре тушито. И как это обычно делается, мы обратились к просьбе об аудиенции у его святейшества. И вот мы пришли на эту встречу, а я как ведущая ретрита зашла первой, поднесла ходат, и мне показали, где сесть. Обычно в комнате для аудиенции есть стулья, диван, и там было уже много людей, и потому нам показали, что должны отойти в заднюю часть зала. Я так и сделала, села, там, где показали. Затем пришел его святейшество, которое сказал, и вот святейшество пришел, сказал, кажется, вы сидите на моем месте, потому что все стулья были просто выставлены рядом, и мне сказали, идите в конец этого ряда. Я так и сделала. Мне было очень неловко, но мы основательно над этим посмеялись. Затем еще один вопрос, который меня попросили осветить, таков, какова миссия Далай-Ламы в этом мире для буддистов и для людей, живущих на планете в целом, для всех живых существ? Я думаю, у святейшества несколько таких миссий. Во-первых, это межконфессиональный диалог, межконфессиональная гармония, это нечто, что для его святейшества кажется очень важным. И это не только межконфессиональный диалог между буддизмом и другими религиями, но и диалог между различными буддийскими течениями, буддийскими традициями. Его святейшество отмечает, что у него иногда было больше встреч с христианами, мусульманами и представителями других конфессий, чем с носителями других буддийских традиций. и он сам хотел бы, чтобы буддисты больше между собой взаимодействовали и в унисон говорили о различных мировых проблемах, которые актуальны. Итак, межрелигиозный и внутри буддийский диалог. Его святейшество также, разумеется, ощущает огромную ответственность за ситуацию в Тибете и старается делать все возможное для того, чтобы улучшить участь тибетцев, находящихся в Тибете и для того, чтобы помочь тибетцам, которые сейчас живут в изгнании. Прошло уже очень много лет, 60 лет, 61 год. Если китайское коммунистическое правительство отличалось бы большим умом, оно вступило бы в переговоры с тибетцами, пока его святейшество еще жив, потому что его святейшество перестал призывать к независимости Тибета и вместо того призывает к автономии, иными словами, к тому, чтобы тибетцы могли осуществлять самоуправление в составе большего Китая. Если бы коммунистическое правительство отличалось большим умом, оно вступило бы в переговоры по этому вопросу, ведь сами тибетцы не желают автономии, они желают независимости, и когда его святейшество больше с нами не будет, ситуация кажется совершенно иной, потому что китайцы столкнутся с молодым поколением, которое придерживается совершенно неизгибаемой позиции относительно судьбы своей собственной страны. но это мои пять копеек. Не думаю, что правительство в Пекине слушает мои рассуждения, но для самого правительства Китая действительно лучше было бы вступить в переговоры, пока его святейшество еще жив. Кроме того, его святейшество по-настоящему интересуется наукой и отличается огромной открытостью ума и любит беседовать о том, как различные научные открытия соответствуют различным буддийским принципам. Кроме того, он также очень интересуется формированием, он очень интересуется тем, чтобы сделать так называемую буддийскую науку, доступной для жителей Запада, и потому был опубликован целый цикл книг по этой теме. Его святейшество описывает буддизм как буддийскую науку и буддийскую религию. Он говорит, что есть буддийская наука и буддийская религия. И буддийскую науку может освоить любой, а вот буддийская религия это то, что предназначено для самих буддистов. Другим людям нет нужды этим заниматься. Тем не менее, его святейшество очень заинтересовано в том, чтобы люди, например, познакомились с воззрением Атхиамаки или воззрением Йогачар. Интересуется тем, чтобы существовал подобного рода диалог между древними традициями и современной наукой. И в дополнение к этому, его святейшество даже продвинулся в рамках своих взаимоотношений с индийцами, говорит не просто буддийская наука, а древние индийские писания. Он увлекает в этот процесс индийцы в целом, ведь тибетцы являются беженцами, живущими в Индии, и потому важно признавать значимость древнеиндийской культуры. Это чрезвычайно мудрый и чрезвычайно важный шаг. его святейшество также интересуется образованием. Меня очень трогает наблюдение за тем, как он, например, в рамках пандемии COVID-19 рассказывает, COVID-19 беседует с молодыми людьми из Монголии, из Ладаха. И то, как он беседует с молодыми людьми, видна огромная любовь. Он как бы пытается влить свою мудрость в следующее поколение, старается влить свое сострадание в следующее поколение и по-настоящему заботится о... по-настоящему не безразличен применительно к образованию молодых людей в такой степени, что сейчас была... сейчас применяется программа CEE, социальное, эмоциональное и этическое образование. Это крупная программа, которая была создана университетом Эмори. Еще одна программа существует в Стэнфорде и так далее. Все эти проекты действительно стараются применять буддийские подходы и буддийские ценности, привнести буддийские подходы, буддийские ценности в светские образовательные ценности. И также используют светскую этику. ведь этика не обязательно должна быть чем-то религиозным, она может быть просто частью человеческой природы. Мы, как люди, по природе своей можем быть добрыми и жить в гармонии. Его святейшество также в очень значительной степени очень много говорит о изменениях климата и глобальном потеплении. Это вопрос, который его чрезвычайно волнует. Так что его святейшество не просто буддист. И у него очень-очень обширный ум действительно стремится до всех донести социальные проблемы, научные проблемы, климатические проблемы с тем, чтобы всем принести благо.